МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. В преддверии парламентских выборов на декабрь 2023 года Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Сыны Западной Армении Сасун Моксисян. Вопросы армян в Западной Армении. Канада полностью поддерживает территориальную целостность Армении. Мелани Джоли. В урегулировании армяно-азербайджанского вопроса пока нет прогресса. Песков. Армянские военнопленные. Игральная карта. Армянская идентичность. Фотография монастырского комплекса Амарас в интернете старая. Государственное телевидение Западной Армении представляет кандидатов в депутаты на парламентские выборы декабря 2023 года с просьбой наблюдателей и потенциальный электорат внимательно следить за биографией и деятельностью кандидатов, которую они разворачивают для усиления государства Армения, проголосовав за выбранного вами кандидата. Конец кампании 15 ноября 2023 года. Наше телевидение в ежедневном режиме будет представлять данные кандидатов, поддавших заявку на депутата. Царки Стамбултян, кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Ара Кишищан, кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 2-го и 3-го созыва. Тарон Ишханян, кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Арман Хачикян, кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Айк Дерикян, кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Вартан Симунян, кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Сыны Западной Армении Сасун Мовсисян. Сасун Мовсисян родился 31 октября 2001 года в селе Ак-Налич Армаверской области. В армию был призван 20 января 2020 года. Служил в Гадруде, далее в Зинабане. Был водителем воинской части. С первого дня войны 27 сентября Сасун и боевые товарищи на нейтральной зоне возле Джаракана осуществляли работу по минированию. В ходе операции беспилотник сбивает одну из машин, в результате чего трое человек погибают. Командование обещает представить Сасуна к награде ордену боевой крест первой степени. Вечером того же дня на передовую добирается отец Сасуна Сэйвак Мовсисян. Отец застал сына с пневмонией и высокой температурой. Решив по возможности отвезти Сасуна в больницу, но сын отказывается. Восемь дней отец и сын сражаются в ожесточенных боях. Утром 4 октября командиры, заметив угрозу, предупредили отца Сасуна об опасности. Ракетный удар Лоры поражает окоп Сасун и трое боевых товарищей погибают. Вечная слава павшим в бою героям. Резня в Сасуне была свершившейся реальностью. Под давлением международного сообщества и по предложению Великобритании после долгих переговоров было принято решение о создании следственной комиссии для изучения событий в Сасуне. Комиссия состояла из дипломатов Великобритании, Франции и России и трех турецких представителей, назначенных турецким правительством для пресечения деятельности комиссии. Деятельность следовательной комиссии в основном освещается на основе публикаций западной и российской прессы, что, вероятно, было обусловлено нехваткой собственной информации. Становится ясно, что турецкое правительство постоянно препятствовало деятельности комиссии. Для препятствия работы следственной комиссии и устранения следов резни в Сасуне турецкое правительство в первую очередь устраняет официальные документы о резне. Также была ликвидирована телеграмма руководителя погрома в Сасуне Зеки Паши, в которой сообщалось, что в последний раз в Сасуне было убито 1720 человек. Турецкое правительство также запрещает въезд иностранных корреспондентов в Западную Армению, причем не только нейтральных газет, но и защищающих интересы Османской империи. Причина была одна. Турецкие власти были уверены, что иностранные корреспонденты намеренно не исказят увиденное и услышанное. В первом номере издания Мурс 1895 года также упоминается. С болью сообщаем, что наши длительные усилия для получения права въезда в Армению специального корреспондента с целью беспристрастного расследования событий в Сасуне закончились безрезультатно. Выделяется статья Ардзаканка 1895 года, отправленная в редакцию корреспондентам из Муша 23 февраля и опубликованная в номере от 12 марта. Автор статьи подробно описывает ситуацию в Муша и Сасуне до и после прибытия Следственной комиссии. Канада полностью поддерживает территориальную целостность Армении. Об этом 25 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Восточной Армении Араратом Мирзуяном заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жули. Канада стоит рядом с Арменией, поддерживая суверенитет и независимость армянского народа. Мы верим в ваши демократические устремления и готовы усилить работу в этом направлении. Мелани Жули также призвала власти Баку уважать право на возвращение армян, вынужденно переселенных из Арцаха. Вопрос возможных санкций против Баку уже на столе. Мы ожидаем, что территориальная целостность Армении будет уважаться. Для нас определенно это тот вопрос, к которому мы будем следовать. Москва продолжает диалог с Баку и Ереваном, чтобы помочь урегулировать конфликт, но существенного прогресса пока нет. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отмечая на вопрос, есть ли прогресс относительно российского предложения использовать Москву в качестве площадки для подготовки мирного договора между Арменией и Баку, Песков ответил, точного взаимопонимания пока нет. Мы продолжаем наши контакты. Напомним, спецпредседатель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клар 25 октября заявил, что запланированная в Брюсселе встреча лидеров Восточной Армении и Баку Никола Пашиняна и Ильхама Алиева не состоится. То, что происходит с армянскими военнопленными и заложниками в Баку, является грубым нарушением международного и гуманитарного права. Все это соответствует имиджу Баку как государство-покровитель терроризма и бандократии. Более того, они и не пытаются скрыть свои преступления. Согласно заявлению, подписанному 9 ноября, армянские пленные должны были быть возвращены. Прошло три года, и многие из них не возвращены. Сегодня в отношении 40 армянских военнопленных по ложным обвинениям ведется судебный процесс. Не исключено, что такая судьба может постигнуть остальных военнопленных. Баку использует пленных для реализации своих политических программ. Неопровержимые доказательства этого были получены в 2021 году, когда азербайджанские СМИ опубликовали отрывок из разговора президента Ильхама Алиева, президента Турции Раджепа Таипа Эрдугана и его супруги Эмине Эрдуган во время поездки в оккупированный арцахский город Шуши 15 июня 2021 года, в котором Эрдуган и Алиев обсуждают вопрос возвращения армянских пленок в обмен на карты, в заминированных территории Арцаха. Алиев признает, что если они получат все карты минного поля, это будет большим преимуществом, так как на разминирование территории уйдет не менее 10 лет. В ходе визита на оккупированные территории Анкара и Баку подписали декларацию Шуши, целью которой было послевоенное сотрудничество и содействие стабильности в регионе. В основе декларации лежало сотрудничество в области обороны, согласно которому они должны помогать друг другу в случае угрозы или нападения третьего государства на независимость и территориальную целостность одного из двух государств. Понятно, что по третьим государствам понималась прежде всего Армения, против которой была направлена декларация Шуши. Последствия этой декларации мы увидели в 2023 году, то есть ни Турция, ни Азербайджан не склонны к региональному миру и будут продолжать проводить агрессивную политику против Армении и армянского народа. 4515 лет назад Айк победил Белла. Любой другой народ гордился бы этим фактом, но сегодня мы об этом не говорим, не вспоминаем и относимся ко всему этому как к сказке. Почему это так сказать трудно, но даже после восстановления независимости мы не изучаем, не проводим серьезную научную работу по историям, написанным чужеземцами, которые часто искажались и редактировались. Мы продолжаем принимать написанную чужеземцами версию о истории нашей нации и нашей страны. Однако примера гексосов достаточно, чтобы понять, насколько фальсифицировали нашу историю. Очевидно, что гексос – это армяне. Слово гексос происходит от слова айкос. Другими словами – айкетс. Гексос – это племя, происходящее из Передней Азии, которое в 17 веке до н.э. захватило внутренний Египет. Позже, в 16 веке до н.э. основали 15-ю и 16-ю династию. О Передней Азии говорят неопределенно, как о непонятной территории. Между тем, речь идет об армянском Нагоре, Месопотамии, иначе говоря, об Армении. Чужеземцы молчат по понятным причинам, но мы же молчим по непонятным. От тех, кто осмелился говорить, что гексосы – армяне, научные круги, усмехаясь, называют дилетантами, как в свое время случилось с Артаком Базнуни. Группа ученых утверждает, что египетское номинование гексос, первоначальное, означавшее «чужеземные цари», правители пастухов-пастухи, позже было дано всей группе этих племен. Без стеснения данная группа ученых утверждает, что истинное название нации, правившей в Египте около 300 лет, неизвестно. А армяне или древние армяне, захватывая столицу Египет, называют столицу Аварис. Обратим внимание на название города Авар – Размавар. Даже после всего этого ученые все еще упорствуют и придумывают различные сказки. История гексосов очень схожа с историей урарцев. И в этом случае так называемые ученые убеждают нас в том, что откуда-то появились урарцы, правили некоторыми районами и исчезли, не оставив никаких следов. Так же, как византийцы. 24 октября в интернете распространилась фотография, где якобы в Арцахском монастырском комплексе Амарас надгробие внука Грикора Лусавурича, католикоса Сурбурикориса, уничтожено врагом. Фонд Лусь заявляет, что данная фотография старая. Надгробие было изготовлено в 1898 году при содействии армян-шуши и архитектором Микаэлом Тер-Исраэлянцем. Указанное на фото надгробие 1990 года азербайджанские спецназовцы разбили, когда монастырь перешел под их контроль. В начале 2000 года в монастырском комплексе Амарас была изготовлена копия надгробия. И так, в 2001 году, с тех пор, как в Амарасе были представлены два нагробия католикоса Григориса, надгробие, изготовленное в конце XIX века, демонстрировалось в церкви рядом с входом, а новое надгробие было установлено в мавзолее по алтарем церкви. К сожалению, фонд Лусь не исключает, что находящийся под оккупацией Азербайджана монастырский комплекс Амарас, который, согласно свидетельствам армянских историков, был основан в начале IV века Григорием Просветителем, и где в начале V века Сурдмес Робмаштот открыл первую школу Арцаха, в ближайшее время может подвергнуться осквернению или полному уничтожению со стороны врага. Как и другие армянские религиозные святыни и историко-культурные памятники, ставшие символом Арцаха, ярким примером, чего является церковь Сурб Аминапркич Казан Чицотс. Работы по восстановлению монастырского комплекса Амарас осуществил фонд Лусь еще в сентябре 2019 года. Работы по восстановлению монастырского комплекса Амарас находились на завершающем этапе. При этом работы по восстановлению монастырского комплекса Амарас не прекратились даже во время 10-месячной блокады. Правительство Западной Армении держит в центре внимания проблемы армянских историко-культурных памятников. Министр охраны культурных ценностей Западной Армении, заместитель директора армянского офиса фонда изучения армянской архитектуры Рафик Куртушан подотчетный за культурные ценности и угрожающие им опасности. Напомним, президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян и Самвел Карапетян за уничтожение хачкаров на Хидживане подали в суд на власти Баку. Вандализм хачкаров на Хидживане – это позор для всего цивилизованного мира. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!